А что такое мшелоимство? А вот это оно. Оно ищет повода. И человек может просто сидеть в интернете и искать этого повода. Увидеть какой-нибудь товар, чтобы его купить. У меня вот одна моя родственница взяла и купила за 23 тысячи вот обычную насадку на водопроводный кран. С удовольствием опустошать свои кошельки. С удовольствием люди это будут делать. Хочу рассказать вам, как сэкономить 4,5 тысячи рублей. Моя консультация стоит 5 тысяч рублей. Ждать ее 3 месяца. А всего за 500 рублей в месяц мы с вами будем встречаться каждый вторник на групповых занятиях в видеочате. Подробности на Боровских РФ в разделе «Занятия по вторникам» или «Вечер с доктором Боровских». Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуй, Олег. Про импульсивные покупки с вами хочу поговорить. Самые известные магазины там «Азон», «Валберес». Все сидят в этих магазинах, покупают всякое. Там появились услуги, делят платежи, в кредиты влазят люди. В общем, уже не сама важная вещь, которую покупают, а как сам процесс вовлекает покупки, приобретения, поиска нужной вещи по этим всем параметрам, тысячи параметров. В общем, этот процесс затягивает уже, наверное, какая-то химическая зависимость с выработкой дофамина. И у людей формируется настоящая зависимость, от которой порой трудно избавиться. Вы как специалист выскажитесь по этому поводу. Ну, тут видишь, даже не специалистам уже понятно, что мы получили еще одну зависимость, с которой нам также придется бороться, как и со всеми остальными зависимостями. Раньше часто задавали такой вопрос, ну, люди православные, а что такое мшелоимство? А вот это оно. Мшелоимство – это когда человек подсел на сам процесс приобретения чего-то. Нужно ему это, не нужно, он уже не задумывается. Он получает удовлетворение от самого процесса покупки. В этом смысле формируется точно такая же зависимость, как наркотическая, алкогольная, пищевая зависимость, интернет-зависимость, зависимость от ставок на спорт. Человек не интересуется целью и смыслом того, что он делает. Вот как пищевая зависимость. Человек ведь объедается не потому, что он обеспечивает себе потребность в строительных материалах и энергетических ресурсах для тела. Он ест, потому что он получает наслаждение от самого процесса еды. Это называется горта на бесе. А вот это называется мшелоимство. Видишь, термины давно уже придуманы. Так давно, что мы уже и не употребляем эти термины. А они как раз-таки обозначают суть происходящего. Мшелоимство, когда человек приобретает то, что ему не нужно. Выглядит это так. Но мотив какой? Зачем он это делает? Но он же считает, наверное, что ему нужно. Да, конечно. Его в этом еще и убеждают. Ведь он не просто так решил купить какой-то товар. Его в этом кто-то убедил. И вот это состояние мшелоимства, или еще шопоголизм, еще есть такое понятие, оно ведь уже не требует каких-то серьезных аргументов. Оно ищет повода. И человек может просто сидеть в интернете и искать этого повода. Увидеть какой-нибудь товар, чтобы его купить. И для этого он сам себя обманывает. Ему нужен какой-то текст рекламный, который для него оправдал бы уже готовую интенцию, готовность его что-то купить, чтобы произошло нажатие на спусковой крючок. А дальше уже там все происходит само собой. Человек в каком-то смысле обманываться рад. Ему нужна вот эта вот, пусть даже ложная информация о каком-то товаре, но лишь бы она была. Чтобы он сам себя убедил в том, что его нужно купить. А готовность к этому есть изначально, заранее. Как у алкоголика готовность выпить. Был бы повод. Даже если его не будет. Он будет смотреть в календаре, может быть, сегодня день взятия Бастилии. Для того, чтобы выпить. Так вот, человек, который подсел на интернет-магазины, на Валберес, на Озон и на другие магазины, он становится, увы, вот таким, такой жертвой. Своей собственной страсти. И это заложено в природу, в падшую природу человека. Апостол Павел нас об этом уже 2000 лет назад предупреждал. Он говорил так. Все мне позволено, но не все полезно. Все мне позволено, но ничто не должно обладать мной. Но откуда он тогда, 2000 лет назад, мог знать, что все, что человеку позволено, может им обладать? Да, это известно было еще и до апостола Павла. Просто в христианстве это получило наиболее полное теоретическое обоснование. Вот буквально как в науке. Православное учение о страстях – это и есть настоящая подлинная психология, которая позволяет человеку понять, что он из себя представляет. Когда мы понимаем, что главным последствием грехопадения стала наша страстность, в том числе и пристрастность, способность подсесть на что-нибудь, нажить себе новое какое-то пристрастие, то тогда мы начинаем понимать, что с нами происходит, что за движение у нас внутри, когда мы просто блуждаем по интернету. Когда нам кто-то что-то все время предлагает, кто-то нас все время чем-то соблазняет, кто-то предлагает нам какую-то интересующую нас информацию. Обратил внимание на название некоторых видеороликов в том же Дзене или где-то еще, которые привлекают внимание человека и заставляют его нажать на это видео? Я также стараюсь делать с вашими видео. Мы не хотим ни у кого ничего отнять и никого ни на что подсадить. Наоборот, мы это делаем для того, чтобы привлечь внимание зрителей к тому, что мы делаем, чтобы избавить их от зависимости. Увы, но приходится пользоваться теми же самыми инструментами. Кто бы мог подумать, что такое возможно? Это событие потрясло весь интернет. Вся Россия потрясена произошедшим. Или что-то в этом духе. Простое человеческое любопытство заставляет человека нажимать на эту кнопку. А там ничего, собственно, и нет такого, на что был замах. А есть какое-то дешевое предложение, но вот на этой инерции, на которой человек туда заплыл, на эту территорию, человек соглашается на эту ерунду, которую ему там предлагают. Даже на ту ерунду в виде информации, которую ему там предложили. Он ее съел, он ее употребил. И он потом на эту информацию подсаживается точно так же, как на какой-то вид пищи или на наркотик. Ну, так человек устроен, увы. И мы видим, что этим можно пользоваться. Вот этой человеческой слабостью можно пользоваться для наживы. Люди будут сами с удовольствием нести свои деньги или просто перечислять их со своей карты на какие-то счета. И с удовольствием опустошать свои кошельки. С удовольствием люди это будут делать. Такой вид воровства, как мошенничество, в общем-то, на этом и основан. Чтобы ввести человека в заблуждение, чтобы он сам с удовольствием расстался со своими деньгами. Чтобы ему доставил удовольствие сам процесс. Не результаты, а последствия его разочаруют. А сам процесс. И мы видим, что наши пенсионеры, у которых пенсии-то мизерные, они соглашаются на приобретение каких-то сумасшедших, каких-то абсолютно дурацких вещей, таких как пылесосы какие-то или что-то в этом духе, которые им приносят домой. У меня вот одна моя родственница взяла и купила за 23 тысячи обычную насадку на водопроводный кран. Пришли три человека, как профессору Преображенскому, два мужчины, одна женщина. И легко ее убедили, она подписала договор. Она решила, что это ей нужно. Кстати, слава тебе Господи, она на сих пор так думает, она еще не успела разочароваться. Я не перестаю удивляться тому, что людей очень обижает, некоторых людей очень обижает то, что в православии человек называет себя рабом Божьим. Как это так? Разве человек может быть рабом? Человек существовал свободный. Он должен по отношению к Богу, ну, быть, наверное, сыном Божьим. Ну, как рабом-то? Некоторые даже там пишут, вы знаете, мой Бог меня рабом не называет. А кто же мы? По отношению, вот, например, к этим страстям. Да мы рабы своих собственных страстей. И христианство-то говорит, что если ты, человек, не раб Божий, то ты раб своих собственных страстей, и ты от них погибаешь. Если человек называет Бога Господом, значит, он называет его Господином. Господь – это Господин, это хозяин моей жизни. Он мной владеет, я Ему принадлежу. Вот со всем, что у меня есть, вся моя жизнь, со всеми моими талантами, дарованиями, вся от начала до конца, она принадлежит Богу, потому что, хотя бы потому, что Он меня задумал и создал. Я его изделие, и Он единственный, кто мною владеет по праву, как своим собственным изделием. Я его собственность. И это не унижает человеческое достоинство, а наоборот, это возвышает человека. Вот это-то как раз и делает человека свободным. Тот же апостол Павел говорит, если Сын человеческий, то есть Христос, освободит вас, воистину свободны будете. Только вот в этом добровольном рабстве или самоотдаче, передоверию себя Господу Богу, человек обретает настоящую свободу и поднимается своей личностью над своей природой и может позволить себе не делать того, что он хочет. Он может позволить себе даже избавиться вот от этого рабства, от этого мшелоимства, пьянства, наркомании, игромании, от всего, что угодно, что делает человека действительно рабом. Даже рабом своей гордыни, когда человек мнит о себе, что он нечто немаловажное сам по себе, при том, что есть Творец Вселенной, который задумал и создал каждого человека. У человека по природе существует эта зависимость, зависимость от Бога. Это та самая зависимость, которая обеспечивает человеку жизнь и жизнеспособность и обеспечивает человеку свободу, потому что свободным в буквальном смысле этого слова является только Бог. Бог — это он не имеет причины для того, чтобы существовать, и его действия обусловлены только любовью к человеку и к миру, который он создал. Если человек, будучи образом Божьим, то есть похожим на Бога, мы как бы икона Божья, хочет быть свободным, то тогда он должен сам себя передоверить Господу Богу, распорядиться так своей свободой, которая у человека действительно есть. Ведь апостол Павел говорит, что все мне позволено, значит, я могу все, вот я могу сделать все, что захочу. Но самое лучшее распоряжение вот этим все, что захочу и все, что мне позволено, это передоверить себя Господу Богу и действительно считать себя Его рабом. Вот тогда во мне будет действовать Его всесовершенная, всеблагая воля. Тогда я как личность максимально развиваюсь. Я не растрачиваю себя ни на какие зависимости, то есть ни на какое рабство чему-то в этом мире, потому что я раб Божий. А вот насчет того, чтобы быть сыном Божьим, так это только тогда, когда ты послушный Богу. Потому что главное, что делает сына сыном, это послушание отцу. А послушание, оно абсолютно. Это вот такая полная отдача себя в волю Божью. Вот тогда ты сын. Тогда все, что принадлежит отцу, будет принадлежать тебе. Ты будешь законным наследником своего отца. Но сначала ты должен признать его полное господство над собой. У меня еще практический вопрос. Вот вы рассказали, как мне, допустим, избавиться от зависимости. И я такой избавился. А вот у меня, например, жена есть, которая даже не видит того, что она зависима. Просто у меня с карточки деньги вылетают каждый месяц на какие-то закупки в этих пунктах выдачи. Как мне с ней поступать? То есть она даже не видит этой проблемы. Она считает, что она покупает нужные вещи домой. Как мне до нее донести эту информацию? Ну, если ты, как человек уже опытный и знающий, что такое преодоление каких-то зависимостей, не видишь пока у своей жены признаков выраженной зависимости от этого всего, то надо действовать методом убеждения по поводу каждой ее покупки, несанкционированной. Вот прямо разбирать степень необходимости этого приобретения. И убеждать ее в том, что это было не нужно делать. Это никому не нужная вещь. Во всяком случае, покупка несвоевременная. Сейчас она не нужна. И если у тебя не получается ее убедить, тогда нужно уже обращаться за помощью. Врач, тогда должен быть кто-то, третий, кому она прислушается. Может быть, это будет врач. Вот как раз то, чем мы с тобой занимаемся, направлено на то, чтобы помогать людям избавляться от этого рабства. У нас даже есть курс психотерапии в виде такого готового, сформированного медиапродукта, который называется «Хочу владеть собой». И каждый человек может этим курсом воспользоваться, просто зайдя на сайт Боровских РФ и найдя этот курс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова